Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня Святая Церковь совершает память святого благоверного князя Александра Невского. Святейший Патриарх Московский Северуси Кирилл объявил этот год годом святого Александра Невского, потому что в этом году мы празднуем 800-летие со дня рождения этого выдающегося государственного деятеля России и одного из почитаемых святых Русской Православной Церкви. Александр Невский жил в XIII веке. Это было время величайшего предательства России. Это было время, когда единство Руси уже осталось в прошлом. Рим на обломках европейских государств утверждал католичество, был захвачен Константинополь, был разрушен Константинополь крестоносцами в 2004 году. И уже полным ходом шло окатоличивание территорий нынешней Прибалтики с прицелом на северные земли Руси. А по югу России уже прошел смерч Батыева нашествия и были стерты практически все города юга России, включая Киев. Ну а сам государственный корабль России, вот он уже потерпел такие пробоины и так сел на мель, что уже практически никто не верил в то, что Русь возродится. Полным ходом шли междоусобицы и практически Русь погибала. И вот именно в это время Господь воздвигает человека, который не только спас Русь, который укрепил ее, что это позволило ей спустя еще немногим более столетия сбросить монголо-татарское иго. Говоря о канонизации святого благоверного князя Александра Невского, важно заметить, что есть мнение, что церковь якобы таким образом отблагодарила его за патриотизм. Надо сказать, что это мнение ошибочно, и оно сложилось в народе и, возможно, части церковной среды под воздействием советской пропаганды. Потому что личность Александра Невского была такого масштаба, что даже во времена Советского Союза невозможно было скрыть глобальность этой личности. Но советскому государству святость Александра Невского, его монашество были ни к чему. И поэтому советские историки, они концентрировались прежде всего на его заслугах как военачальника. И когда в 1938 году на экраны вышел фильм Эйзенштейн и Александр Невский, то, собственно говоря, именно это и впечаталось в сознание советского человека о том, что Александр Невский – это прежде всего великий военачальник. И церковь его канонизировала именно за военные заслуги. Это неправильно. На самом деле церковь благословила его, как мы понимаем, в лике благоверных каназей. То есть это говорит о том, что вера и благочестие, оглядка на небеса были самым важным в его жизни. И вот именно за то, что он в своей жизни, как государственный деятель, руководствовался именно не амбициями политика, а интересами церкви, интересами православия, и были главными в его жизни. Вот это и явилось главным в деле его канонизации. Потому что дело канонизации – это дело не только церкви земной, но это и есть и проявление воли Божьей. Церковь канонизирует человека за его нравственное совершенствование, которое человек достигает на земле, как христианин, тем бы он при этом не был, каким бы социальным статусом не обладал. И здесь главный урок, главный вектор направлен на политиков-христиан, за что именно церковь канонизирует людей государственного мышления, людей-государственников. И здесь мы видим, какой огромнейший диссонанс между Александром Невским и, скажем, политиками современными, для которых вера не то, что находится на последнем месте, она вообще зачастую вообще не стоит в ряду приоритетов. В ряду приоритетов современных политиков стоит прежде всего личная амбиция. Мы когда смотрим, чем занимаются политики современные, ну, скажем так, особенно в нашем государстве, мы видим, что на первом месте забота о рейтинге. Сейчас, когда такие проблемы в государстве, когда такие проблемы у людей, мы видим, что главная забота – а останусь ли я на второй срок, а какой у меня рейтинг, а какой рейтинг у моей политической силы, и так дальше. И все заботы только об этом. Если говорят современные политики о каких-то ценностях, то эти ценности лежат в области, ну, скажем, укрепления государства, его мощи. При этом, какими ценностями духовными живет человек? Вера, православие – они вообще не стоят в ряду ценностей. И когда мы говорим о том, что о какое место занимал патриотизм в жизни Александра Невского, и о том, что, говорят, церковь канонизировала его за патриотизм, Александр Невский даже слова такого не знал, как патриотизм. Для него мощь государства, его личный авторитет среди людей, даже независимость государства для него были вторичны. Для него главным было церковь. Сохранится ли православная церковь на Руси? Потому что православие без Руси, оно проживет. А вот Русь без православия не проживет. Она просто не выполнит свою историческую миссию. И поэтому главной заботой Александра Невского была беспощадная борьба с Западом, потому что Запад, он шел на Русь с одной целью – навязать ему католичество. И при этом Александр Невский бесконечно пытался умилостивить Орду, потому что Орда, в отличие от Запада, она не навязывала свою, по крайней мере, до определенного времени, во времена Александра Невского, она не навязывала свою религию Руси. Она достаточно ярко относилась к православию. И поэтому в этом застала величайшая мудрость Александра Невского – сохранить любым путем церковь. Он понимал, что только на основе нашей веры возможно будущее заседание Великой Руси. Вот эта оглядка на небеса и явилась главным поводом канонизации Александра Невского в лике святых. С праздником, дорогие братья и сестры! Будем молиться о том, чтобы Господь и в наше смутное время воздвиг нам подлинных мужей силы, веры и благочестия, настоящих государственников, людей, для которых духовные ценности будут приоритетом. Мы должны заботиться с вами о том, чтобы выращивать будущую политическую элиту страны. Она должна появиться из наших православных, внутрицерковных недр. Как бы странно это сейчас не звучало. Если мы хотим жить в государстве, духовном государстве, где нравственные приоритеты будут на первом месте, мы должны понимать, откуда эти люди могут взяться. Эти люди могут взяться не из лондонских, а высших учебных заведений. Они могут появиться только из нашей церковной среды. Поэтому неправы те родители, неправы те православные люди, которые говорят, политика – грязное дело, ей не надо заниматься. Политику грязную делают грязные люди, которые грязно воспитаны, у которых ценности грязные. И, думаю, ничего нет плохого в том, если родители, особенно родители мальчиков, будут с детства воспитывая ребенка нравственно, они будут ориентировать его на социальный успех. В этом нет ничего плохого. И этому учит нас в том числе жизнь и подвиги святого благоверного Александра Невского, память которого мы сегодня совершаем. Всех вас еще раз с праздником величайшего русского святого, ангела всем хранителя, Божьей помощи, мудрости, воспитания детей. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!